здравствуйте фатима магомедовна ну как известно президент россии объявил этот год годом семьи у нас в стране ну и ни для кого не секрет что самое большое счастье для любой семьи это здоровый ребенок и не всегда к сожалению детки рождаются здоровыми не всегда все мамочек особенно вот наверное это касается тех кто рожал возраст могут столкнуться с такой проблемой как недоношенность фатима магомедовна эти эти дети они проходят определенный сложный период в детской реанимации потом когда у них улучшение их переводят ваше отделение и тут многие мамочки многие мамы вздыхают с облегчением они уверены что дальше все будет хорошо и как правило дальше все и бывает хорошо вот тут вот такой вот момент скажите пожалуйста если какой-то особенный секрет в лечении выхаживание новорожденных в нашем отделении и после того как мы выписываем из своего отделения домой в семью новорожденных детей как доношенных и особенно недоношенных самой главной основой является грудное вскармливание грудное вскармливание это вторая кровь и вот мадина буквально вчера в новостях вот я слышала то что в кулаковском центре выписывали четверню и директор этого центра академик сухих выписывая этих детей участвовали в выписке он не остановился ни на чем ни на другом вопросе этот великий человек и сказал коротко очень главные слова крутное молоко разделенные на этих четверых порциями даже если немного но иметь ввиду разделить на четверых это миллионы молекул которые помогут этим детям сохранить мозг чтобы восстановить функции и мозга и сердечно-сосудистой системы и иммунитета вот это я просто была поражена академик сухих вот золотые слова крутное молоко если сохранить такие дети вот я за год из своей работы миллиона раз убеждаюсь с одними и теми же показателями одна и те же степень недоношенности масса гестационный срок при рождении одна и та же быстрее выхаживается набирает вес и быстрее выписывается и дома благополучно и живут дети которые вскармливаются грудным молоком а если заглянуть будущие то если два года кормит грудным молоком такие дети и адаптируются очень хорошо в дошкольные учреждения ясли садике и в школе потому что крепкий иммунитет потому что таурин вещество таурин которые имеются в грудном молоке не имеется в таком составе ни в одной молочной смеси и соотношение белков жиров углеводов килокалории созданное чудо природой нигде не могут создавать вот поэтому основой является грудное молоко я всегда пытаюсь убеждать в матерей так как нас убеждали члены всемирной организации здравоохранения когда я проходила учебу в вуз по принципам охраны поощрения и поддержки грудное молоко они говорили основу всегда теплые всегда готовые всегда полезное грудное молоко так что это входит в основу выхаживания а уже после этого наши специфические по протоколам медицинские способы лечения так что я стараюсь с первой встречи с матерью ребенка вот это пропагандировать то есть очень важно чтобы мама была в одной команде с врачом если мама в одной команде со мной нам вдвоем удается даже глубоко недоношенных детей быстрее переводить к грудному вскармливанию фатима гомедовна вы из медицинской династии вашей семье уже вот два поколения врачей и насколько я знаю даже не два а три вот я слышала что такое что у вас даже три поколения врачей скажите пожалуйста а кто первый вот это все начал кто первый пришел в медицину и и сколько вашей семье вообще врачей мадиночка вот началось все как сказать вот в семье где я родилась у моего отца и матери нас шестеро детей слава аллаху все живы первое я выбрала эту профессию с детства с детства я почему-то бредила медициной даже маленькой девочкой может быть этому послужило то что мы жили с дедушкой с бабушкой папа мама большой дружной семьей и когда у дедушки с бабушкой были проблемы земский доктор наш на всю жизнь запомнила бежев асхат приходил слушал мерял давление я как завооруженное смотрела ну вот когда я поступила в краснодаре медицинский институт дальше я заметила что брату тоже я приезжая домой из краснодара в студенческие годы рассказывала он тоже проникся любовью к медицине и сан магомедович хубиев то закончил службу в армии вы знаете он человек тоже очень упорный поступил подготовительное отделение ставропольского медуниверситета но вот тоже стал успешным доктором тоже до того как начинать работать у нас стали в черкесске он земским доктором тоже в красном октябре работал это же потом он долго возглавлял и стоматологическую поликлинику а позже вот и пошла и мария магомедовна доктор тоже сорокалетним стажем педиатр наша сестра дальше уже вот видя наш пример за нами потянулись уже наши дети но у моих детей у меня все трое тоже врачи там сыграла роль не только я думаю их отец ахмат барлаков известный в республике хирург мало кто в республике не знают его поколения скольких сколько тяжелых операций он делал вот они видели пример и отца и матери что мы вот как проводим время как лечим касаясь их отца вот ахмата барлакова был один случаем одиночка когда еще сосудистой хирургии у нас не было огнестрельное ранение грудной клетки и дежурство вот он просто общий хирург несосудистый он сделал прямой массаж сердца он спас он мог сдавать кровь но благо мы врачи все обследованные на все виды заболевания он во время операции мог сдавать кровь ну вот и дети брали пример и с отца и с меня точно также хасан магомедовича дети они сейчас тоже врачи мария магомедовна дети и в целом если считать вот моя сноха старшего сына супруга шахризата она тоже невролог если считать и и и плюс ног всех 13 врачей у нас 13 врачей а если коснуться то что третье поколение ну еще до нас свекрови брат бастанов пахат патрушевич в республике все его знают очень хороший доктор был вот он из того поколения мы потом 2 эти дети третье все равно же это бабушка бабушкин брат тоже как бы и вот поэтому а теперь и из моих внучек тоже две девочки уже они говорят мы будем врачами хоть они и маленькие вот так и пошла наша династия вы как-то вот в одной из наших бесед говорили что вся ваша семья хотя и одной профессии они конечно они разных специальностей и вам не все они всегда все заняты и вам не всегда даже удается собраться вместе скажите пожалуйста вот в те редкие моменты когда вам все-таки удается собраться в полном составе о чем вы говорите на работе у вас медицина в семье медицина не возникает ли как не возникало ли ни у такого желания скажем так бросить все и уйти совершенно в другую профессию попробовать себя в другом амплуа когда мы все собираемся у нас очень часто разговоры как раз таки каждый делится своим опытом своим случаем интересным и друг другу советы даем все равно где-то подход к больным диантология все равно мы сообещаемся иногда бывает вот так ко мне поступила родильница с ребеночком если у этой мамочки какие-то проблемы я звоню дочке кардиологу или сыну консультироваться что вот так и они наоборот если где-то но от нас на одно я знаю что они зная как я веду борьбу за грудное вскармливание в республике вы знаете они и мое дело продолжает я очень довольна то что они следуя этому все моему внуки вскормлены грудным молоком повоз до двух лет и показывает пример но дома наши свои семейные медицинские советы очень нам помогает мы советуем друг другу все равно профессия одна хоть специальности разные но основа одна мы друг другу всегда советуем и вот в итоге у нас как бы общий подход к медицине к лечению и это у нас медицина если хотите и хобби и любимая профессия и состояние наше вот возвращаясь к вскармливанию вот сейчас многие современные молодые мамы видят для себя более модным и более легким перевод детей на искусственное питание то есть отказ от крупного вскармливания вот как их переубедить переубедить недавно у меня в отделении был случай но я не называю имен я об этом на следующий день даже на планерке говорила не называя фамилии конечно для того чтобы но другие доктора себе взяли на вооружение ко мне подошла многодетная мама которая у нее шестой ребенок был подходит и просит вы не могли бы назначить мне молочную смесь дешевую но подешевле чтобы я материально могла купить я посадила ее рядом с собой говорю конечно конечно я вам назначу я вам назначу бесплатное питание где вы ничего и рассказала вот это все вы знаете она послушала вот это все вникло я даже не ожидала такой ответ с ее стороны и вы знаете этот ребенок выписался чисто на грудном вскармливание по требованию это мама уже поняла задалась целью у нее была мотивация к этому вот живой пример а ребенок был с очень серьезным заболеванием сейчас он дома и развивается и мама не тратит ни копейки на молочные смеси дальше эта мама не будет тратить мин на медикаменты средства ибо на искусственном вскармливании дети они без конца болеют естественно они стационаре лечение медикамента требует затрат а такие дети на грудном вскармливании они привитые можно сказать против всех заболеваний тоже которые перенесла мама антитела это очень большое значение имеет такие дети еще они не капризные непривередливые привязаны к маме а вот мама кормящая грудью тоже она сама спокойная и в в семье спокойная обстановка не зря поэтому я еще раз повторюсь то что крутное молоко это вторая кровь и не зря в академика воронцов он основоположник детской нутрициологии детского питания ведь он написал перевод на искусственное вскармливание является метаболической катастрофой я всегда стараюсь еще внушать мамам то что веками веками доказано даже вот когда не было молочных смесей когда у женщин не было механизированного труда дома они выполняли тяжкий труд ведь они спасались чем грудью покормила у нее нет свобод где-то покупать кашу это ну и делала свои дела вот такие такие детки спали более спокойно так что это основа и ну и выходит что вскармливание своего ребенка грудным молоком намного дешевле намного экономичнее еще уинстон черчилль это сколько лет назад тогда еще он писал в любом обществе нет более выгодной инвестиции чем вложение грудного молока в детей ведь мудрые слова не говоря о психологической стороне вопроса не говоря о том что это здоровье будущего поколения будущих детей а дети это смысл жизни в любой семье ведь неважно важно сейчас и материальное благополучие семьи сколько сейчас молочные смеси стоят не секрет полторы тысячи две смотря какие показаны а когда ребенок вырастает в неделю сколько упаковок а грудное молоко этого всего мама экономит если на грудном кормлении так что надо повсеместно это объяснять во всяком случае они выписываются от нас большинство матерей я с гордостью могу сказать осознав это на грудном вскармливании уходят они знают что лучшая соска ребенка вместо пустышки это грудь матери пойти у магомедовна спасибо что вы нашли время прийти к нам в студию и рассказать вот столько интересных вещей открыть глаза на такие важные моменты я думаю что эта беседа будет полезна очень многим молодым мамам и поздравляю вас и вашу прекрасную семью с годом семьи и пусть в вашей жизни все всегда будет замечательно